здравствуйте дорогие друзья снова с вами я сижу вот здесь и надеюсь что вы безмерно рады меня видеть и слышать так же как и я вас я действительно рад потому что с большим удовольствием читаю ваши комментарии очень редко на них отвечаю потому что то времени нет то мне просто нечего сказать бывает ну что я все что могу выговариваю вот здесь ну как бывает что и есть что ответить поэтому будем обмениваться паспортами почему-то я сказал не знаю почему напоминаю существование плейлистов кстати говоря потому что очень много приходит просьб показать ту или иную пластинку а та или иная пластинка уже вполне возможно что показано так что начните с плейлистов ну а я что хочу сказать что сегодня весь день шел дождь или дождь я говорю дождь но интеллигентные люди говорят дождь чем занимаются интеллигентные люди во время дождя правильно настоящие ленинградские интеллигенты а интеллигентом остались только ленинградские санкт-петербургских интеллигентов я что-то не видел могу сказать вообще ни одного практически те кто еще бродит по городу это ленинградский интеллигента остатки ленинградской интеллигенции вот и все меньше и меньше становится но еще есть еще есть так вот Настоящие ленинградские интеллигенты во время дождя сидят в летнем саду. В плащах, в беретиках, в одной руке фляжечка, в другой рюмочка хрустальная из буфета принесенная. И говорят о Бродском и Достоевском, периодически выпивая. У некоторых есть зонты, у всех остальных нет. Если вы не верите, дождитесь дождя, идите в летний сад и увидите все скамейки, усаженные ленинградскими интеллигентами. Но поскольку я хоть и ленинградский, но и не интеллигент, а паренек из Купчина, о чем я много раз уже говорил, я не ходил в летний сад под дождем и тем более уж не пил водку из хрустальной рюмочки, а весь день слушал группу The National. Вы знаете, конечно, группу The National. Я говорю так, потому что, если посмотреть в YouTube ролики концертные или студийные группы The National, очень много комментариев, в основном англоязычных, на 99,9% англоязычные комментарии. Ну, как-то в нашей стране, видимо, меньше слушают эту группу, я не знаю почему. Не знаю почему, не понимаю, не могу себе объяснить. Так вот, там люди пишут, что буквально через одного, что это лучшая группа в мире. Вот так англоязычные слушатели относятся к The National. Ну, я не знаю, лучшая эта группа в мире и не лучшая эта группа в мире, но во время дождя ее слушать одно сплошное удовольствие. Нет, на самом деле, если отставить в сторону вот эту болтовню, якобы ироничную мою, да, группа очень хорошая, мне она очень нравится, хотя я не все альбомы ее слышал. Слышал кое-что из поздних альбомов. Там уже помощнее все, поэлектроннее, по матерей, конечно, более матера, точнее, да. А у меня дома всего две пластинки на сегодняшний день. Это 2003-2005 год, Cherry 3 и Alligator. Ну, что такое Cherry 3? Это EP, так называемая. Короткая пластинка из семи песен всего лишь состоит альбом. Но она просто волшебная. Она просто волшебная. Мат Бернингер, лидер группы, певец, освобожденный вокалист. Он работал клерком в каком-то дизайнерском агентстве, вроде бы так, насколько я помню. То есть сидел в офисе и занимался офисной работой. А что такое офисная работа, это откромешный, конечно. И я в свое время сбежал из одной крупной компании, где зарабатывал очень хорошие деньги. Сбежал я по одной единственной причине. Я там работал довольно долго. Мы снимали кино. Все было хорошо. Все было здорово. И я там был одним из продюсеров. И я работал. Я общался с членами съемочных групп. Туда-сюда. Что-то ходил, бегал. Смотрел материал в монтажке. Там монтировал. Сидел тоже с режиссерами. А потом мне дали отдельный кабинет. И в этот момент я понял, что долго я в этой компании не продержусь. Когда я получил отдельный кабинет, я туда вошел, сел в кресло за стол и понял, что все хана. Чай хана. И через месяц я уже с этой компанией расстался. Потому что я не могу сидеть в кабинете. Это кошмар. Для меня это кошмар. Так же, как для Мэтта Бернингера, видимо, было. Потому что он предпочел заниматься рок-музыкой, сиденью в офисе. Но ушел он из своей корпорации. Не знаю, как это называлось. Агентство или не агентство. В общем, из своей конторы только после того, как вышел альбом «Аллигатор». Это третий альбом, который вышел в 2005 году. А до этого совмещал... Кстати, как и многие другие. Как и Джо Кокер, который работал сантехником, газовщиком точнее. Уже выпустив уже раз-два альбома. И третий «Mad Dog and the Englishman» – большой тур концертного альбома. Запись нескольких номеров из большого концертного тура. И еще, находясь в этом туре, он еще не увольнялся с работы своей газовщика. Потому что мало ли, как там сложится в шоу-бизнесе, непонятно. А тут все-таки постоянная работа, зарплата. А потом уже после «Mad Dog and the Englishman» он уже уволился с работы, стал рок-звездой. Музыканты Джудас Прист тоже работали до последнего на разных работах. Точнее, до третьего альбома тоже. Короче говоря, Мат Беннингер – кто такой? Бывший вот этот самый клерк. Как говорят, сильно пьющий. Что хорошо, на мой взгляд. Сильно пьющий. И группа, которая образовалась вокруг него, она играет удивительную музыку. Потому что Мат Беннингер не обладает широким диапазоном. У него баритон такой очень проникновенный, очень интимный, очень характерный и проникающий прямо в душу, если можно так сказать. Он завораживает. Он действительно очень здорово поет. Часто переходя в речитатив, но из речитатива возвращается опять в пение. И получается это очень здорово. И все это выстраивается в такую прекрасную звуковую картину благодаря аранжировкам. Два братца играют на гитарах и два братца играют на бас-гитаре и барабанах. То есть Арон Деснер и Брюс Деснер два гитариста. И Скотт Девендорф бас-гитара, Брайан Девендорф, соответственно, ударные. Очень хороший состав, очень плотный. И братья Деснеры, кстати говоря, они в какие-то списки лучших гитаристов даже входят. Не помню в какие списки, но они очень котируются в гитарном деле. Хотя вот этого вот, вот этих вот близко даже нет вообще. Играется арпеджио в одном канале, арпеджио другое в другом канале. Короткие фразы мелодические на чистом звуке. Ну, чистым условно, потому что реверберация, там все это присутствует, все эти украшательства. Потом гитары подгруженные начинают уже играть рифы. То есть, ну, никаких таких внешних чудес нет. Но настолько все мастерски сделано. Можно группу Смитс вспомнить в этой связи. Джонни Мара. Два очень скромных Джонни Мара играют здесь. Если кто понимает, о чем речь, тот порадуется и послушает. The National, если я раньше не слышал. Все невероятно красиво и интимно, проникновенно, как, я не знаю, не знаю даже, не знаю с кем сравнить. С нормальными и хорошими группами. С теми же The Smiths, с Леонардом Коэном. Хотя это не Леонард Коэн, это не баллады сольного певца. Это рок-группа, которая играет и поет как надо, как рок-группа. Ну, красоты просто сказочная вся эта история. Казалось бы, все очень просто, но в то же время очень интересно, очень музыкально. И ничего простого там тоже, в общем, на самом деле нет. Ну, вот я говорил, что «Аллигатор» это полноценный альбом уже, номер три, третья пластинка. Но перед тем, как войти в «Аллигатор», я очень советую вот эту эпишку из семи песен. Она называется «Челли Три». Я очень советую с нее начать. Первые два альбома, они условно определяются как альтернативное кантри. Хотя я ненавижу это определение дурацкое, но тем не менее, как бы да. А вот эти две записи, это уже просто шик, блеск, красота. «Васп Нест» первая вещь, «Осиное гнездо». Колокольчики, бубенчики чуть-чуть, одна гитара, тут Берлингер поет, и начинается гипноз. Просто гипноз, просто полный кайф. «Олдевайн» следующая песня. Вдруг ни с того ни с сего уже электричество включается на перегрузе гитары, и понимаю, что это не просто какой-то вот такой интимный полу-фолк, полуэлектричество, а такой настоящий рок, но очень-очень тонкий. Очень тонко все. Третья песня баллады, изумительная. «Олдульт», «Опенстрапс». Удивительной красоты просто. Медленная песня, и кажется, что действительно правы те, наверное, комментаторы в YouTube, которые пишут, что это лучшая группа в мире. Такая хорошая, просто гениальная. «Черри Три», четвертая песня на первой стороне, закрывающая сторону. Просто вот кайф, она выползает, выплывает из тихого начала, чуть-чуть расходится к середине, а в конце просто гитарный лом какой-то. И критики пишут, что это, наверное, единственная песня, где просто такая мощнейшая аранжировка к финалу разворачивается, что никто не ожидал от «The National», которые первые два альбома записали, такие простенькие, тихенькие, такого навала. «About Today» на второй стороне. «Красота со скрипкой гитары с чистым звуком», скрипка Бернингер своим алкогольным голосом поет прямо для тебя. Рассказывает историю из своей жизни. Все это творчество, это рассказывание историй просто о человеке, который переживает, у которого проблемы или радости, или горести. Но это все искренне ничего не выдумано. Никаких научных фантастик здесь нет. Все вот прямо как у вас, как у меня, как у наших соседей. Все вот это близко, рядом, но очень красиво, очень музыкально. И неожиданно концертный номер вставлен «Mother Me Rachel». «Mother Me Rachel». И мы понимаем, как звучит «The National» на концерте. Это вот неожиданно, так неожиданно. Вдруг такой гитарный не рев, а драйв, плотность, ярость, грув, барабан, бас, две гитары, и Бернингер поет, и поет громко, и кричит, и, видимо, уже маханул изрядно бутылки полторы сухого вина, и вот это в нем кипит и бурлит, и очень-очень здорово. Но последняя песня, последняя песня неожиданно, в размере три четверти, акустическая гитара, и Бернингер поет такую удивительную, вальсированно, вальсированно, не знаю, как сказать, вроде вальсик, а вроде и рок, и прямо вот, прямо вот, вот душа раскрывается, а потом и закрывается обратно. И закрывается, и вот эта песня Resonable Man, она вот душу открывает вовсю, и она очень сильно рифмуется, если мы переходим к аллигатору, с первой песней на второй стороне, Wow Jester. Акустика, электричество, чистый звук, скрипка, и изумительное пение Бернингера. Это здесь мягенькая такая вещь, в остальном ничего мягенького здесь нет. Secret Meeting, прекрасная вещь с двумя гитарами, арпеджированными, как я уже и говорил, которые переливаются, смешиваются, такое космическое звучание. Karen, красивейшая, драйвовая вещь, мелодичная, и с неожиданными гармоническими такими переходами, очень интересно. Lit Up, просто рокешник, Looking for Astronauts, красоты неземной, на второй стороне, Abel Rock, просто настоящий. В общем, здесь все песни просто на урок, особенно, когда идет дождь. Дождь. Советую очень. Я пошел пить, и есть острое, горячее, соленое, сладкое, жирное, курить хороший табак и слушать отличную музыку. Пока.